Уже неделя, как происшествие с участием несовершеннолетних, приобрело общегородской масштаб. Ученицы 70-й школы, самая старшая из которых 14 лет, издевались над 11-летней девочкой. Сейчас старшая обидчица помещена в СИЗО. Следователи готовятся опросить всех причастных, в том числе и самого министра Максима Костенко. Глава ведомства отвечает на этот вопрос зал, но заверил, что провел свою проверку в 70-й школе. И увидели, конечно, что ребят, девушки, которые обидчицы в первую очередь, ну в общем-то они не находились в зоне особого внимания, не с точки зрения учебы, потому что все было стабильно и даже более чем, не с точки зрения поведения. А еще министр готов выйти на мэра Барнаула Вячеслава Франко, чтобы предложить создать рабочую группу. С ее помощью в ведомстве собираются найти белые пятна в коммуникациях городского комитета по образованию со школами города, так как речь идет о состоянии, здоровье или даже жизни 90 тысяч учеников и 10 тысяч учителей. Продолжая тему безопасности, Костенко сказал, что скоро 307 школ получат оборудование для просмотра видео с камер наблюдения. Это уже последствия истории в Казани. Еще одна важная история – выпускные экзамены. В этом году 2,5 тысячи 11-ти классников, а это одна шестая часть, будут задавать государственный выпускной экзамен. Как пояснил министр, эти дети не собираются идти в ВОЗ, поэтому они выбрали ЕГЭ. А что касается идеи полного отказа от тестов, у главы ведомства такое мнение. По ВПР мы не фиксируем ухудшения. ЕГЭ пока же сейчас 11-ти классников, но я тоже думаю, что мы там особо такого тренда не увидим. Но мы видим, что удаленное обучение, у ребят, у кого была проблема с саморегуляцией и невысокий уровень контроля со стороны родителей над лечебной деятельностью, немножко расслабились. Что касается летнего отдыха, то он уже стартует. В этом году в крае будут работать 842 пришкольных лагеря и 52 загородных. При этом все семьи смогут получить кэшбэк вне зависимости от даты приобретения путевки. Анастасия Драган, День с толком.